Здравствуйте! Я хотел узнать у вас, что мне делать? Врачи ничего не говорят. Я болею СКВ и еще у меня эндометриоз матки. Может ли эндометриоз матки вызвать болезнь СКВ? Что мне делать, как лечиться? Спасибо! Что можно сказать? У меня так сложилась просто моя врачебная судьба. У меня был огромный совершенно опыт ведения пациенток системной красной волчанкой, потому что наш центр на протяжении почти десяти лет мы работали на базе института ревматологии. И все наши врачи, в том числе и я, были в штате института ревматологии. И мы принимали не только тех пациенток, которые обращались в центр монологии и репродукции, но также вели и очень большое количество пациенток, которые наблюдались в институте ревматологии, в том числе системная красная волчанка. Что касается эндометриоза системной красной волчанки, я могу сказать однозначно, что маловероятно, что здесь какая-то связь есть, потому что есть, скорее всего, все-таки здесь в большей степени идет наследственность, поэтому вот по своему значимости, по степени влияния на общее здоровье, конечно, влияние эндометриоза, который есть у 15 процентов женщин и во многих случаях не сопряжен даже ни с какими проблемами гинекологическими. И системной красной волчанкой, когда в организме вырабатываются антитела против вообще всего организма, это все несопоставимо. По системной красной волчанке появилась надежда у пациентов, потому что вот несколько недель назад буквально было опубликовано большое исследование, когда врачи, ну не врачи, вернее, это врачи-исследователи. Исследование шло на мышах и у мышей можно создавать модель системной красной волчанки. То есть они брали у этих мышек белые кровяные клетки, лимфоциты, обрабатывали их специфическим образом, потом вводили обратно мышкам и в общем-то шло выключение самого процесса системной красной волчанки. Поэтому возможно, что все-таки здесь уже появляется какой-то свет в конце тоннеля. То есть мы можем рассчитывать на то, что если эти методы лечения будут эффективными, то появляется какая-то надежда вообще в принципе на даже излечение от системной красной волчанки. Хотя, конечно, здесь нужно быть очень осторожными оптимистами, потому что пока все это разовьется, пока это все будет применяться у человека, это еще пройдет, конечно, ну немало лет. Я думаю, что не меньше там 7-8 лет точно совершенно. Вот. Но, тем не менее, та терапия, которая сейчас проводится пациентом системной красной волчанкой, позволяет вполне надеяться и рассчитывать на рождение здоровых детей. И у нас такие пациентки наблюдаются. Безусловно, они наблюдаются параллельно у врача-ревматолога. Вот. Но вот в институте ревматологии есть целое отделение аутоиммунных состояний. Профессор Ишитняк, там, Надежда Микаловна Кошелева. То есть это люди, которые обладают огромным совершенно опытом по ведению беременных. И когда вот мы работали в институте ревматологии, там была целая там, целая палата, где при необходимости пациентки госпитализировались во время беременности. Назначалась и назначается достаточно мягкая поддержка, которая безопасна для плода. То есть, если раньше, там, ну, буквально там где-то, может быть, 25 лет назад, пациенты системной, пациентки системной красной волчанкой не рассчитывали, не могли рассчитывать вообще на рождение детей. Сейчас, конечно, безусловно, в общем-то, врач-ревматолог добивается стойкой ремиссии, назначается поддерживающей терапии. Врач- акушер-гинеколог назначает свои назначения, и мы отслеживаем по всем необходимым показателям саму беременность с точки зрения акушерской гинекологической. Врачи-ревматологи делают свои исследования, и, в общем-то, мы получаем достаточно хороший результат. Ну, совсем недавно у нас наблюдалась пациентка, которая еще с подросткового возраста у нас наблюдалась в институте ревматологии. И вот, наконец-таки, с мужем они решили родить ребенка, и, в общем-то, вполне благополучно все прошло. Поэтому, как лечиться, это, конечно, безусловно, должны говорить врачи-ревматологи назначать какое-то лечение, но и подготовка к беременности желательно, чтобы была с врачом-акушером-гинекологом совместно. И, безусловно, наблюдение во время беременности должно идти путем взаимодействия двух специалистов – и врача-акушера-гинеколога, и врача-ревматолога. Ну, в общем-то, я думаю, что, ну, скорее, прогноз положительный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова